МОХОВАЯ 9 МОХОВАЯ 9 Хочется вспомнить наши международные конференции, общероссийские события, нашу веселую жизнь, когда на факультете студенты выступают и в качестве актеров, и в качестве музыкантов, и когда мы все наслаждаемся общением друг с другом. В этом году мы затеяли два больших проекта, которые близятся к концу и которые связывают нас с будущим 2016 годом. Во-первых, мы переходим к изданию нашего нового журналиста, журналист онлайн, мультимедийный портал, который будет представлять нам всем студенческие творческие работы. И во-вторых, мы, конечно же, готовимся к открытию нашей новой столовой, и мы сможем там проводить свободное время, общаться, получать наслаждение от нашего факультета. Смотря в 2016 год, хочется пожелать нам всем удачи, успехов, здоровья, счастья, любви, дружбы. Хочется пожелать, чтобы у нас в 2016 году получалось все так же хорошо, как и раньше. В преддверии Нового года на факультете журналистики МГУ состоялся знаменитый бал физиков и лириков. Студенты в костюмах героев различных сказок собрались в здании на Маховой, чтобы поддержать традиции факультета. Платье в пол, высокие прически, перчатки и никаких кроссовок и джинсов. На балу физиков и лириков действует строжащий дресс-код. Современным золушкам, если у них, конечно, нет крестной феи, пришлось отложить свои обыденные дела ради подготовки к традиционному торжеству. С каждым годом мероприятие становится все более праздничным, прекрасно организованным. И, в общем, надо сказать, что бал в этом году пока самый лучший. Это совершенно очевидно. Помимо простого общения мы точно видим здесь очень хорошую режиссуру, прекрасную организацию и мотивированность всех участников. Здание факультета журналистики с 18 века предназначалось для проведения светских раутов. Вот и сейчас в стенах второго дома Пашкова звучат старинные полонезы, котельоны и вальсы. Музыкальную палитру вечера разнообразил завсегдатый бал на Маховой. Джазовый оркестр «Эмбул». Организаторы не только помогли новичкам освоить главные па, но и возродили традиции прошлых веков, когда на балах передавались тайные послания и записки. Это мой же второй бал, на котором я и танцую, и пою. Я знаю, что наши главные организаторы, Дарья, Аня, они очень-очень долго готовились к этому мероприятию, ну, как минимум месяца два. Очень классная идея с почтой, больной почтой. Мне безумно нравятся музыкальные номера. Впрочем, печальное правило, согласно которому на 10 девчонок по статистике 9 ребят, актуально и для предновогоднего бала. Но даже это не омрачает атмосферу сказки и волшебства. До полуночи еще далеко, а значит, время для чудес еще есть. Осипова Анна, Давледбаева Полина, Злунникина Анна, Маховая 9. В течение 15 лет Новый Европейский театр дает возможность московской публике и познакомиться с работами режиссеров и артистов из Европы. Постановки удивляют и заставляют задуматься о том, что театр может меняться. Михальченко, Елизавета и Анна Рыжкова далее. Спектакль «Земля» поставила режиссер Габриэла Кориза, известная как основательница компании «Пиппинг Том», одной из известнейших танцевальных труп мира. Артисты работают в новом жанре – театр тела. Чтобы рассказать историю со сцены, слова артистам не понадобились. Говорили их движения и метафоричные образы, придуманные режиссером. «Земля» – это сюрреализм, поэтому спектакль требует от зрителей нетрадиционного восприятия. Не надо искать в нем сюжета и характеров героев. Следите за эмоциями артистов и трансформацией сцены. Габриэла Кориза исследовала в спектакле феномен страхов, который преследует человека всю жизнь. Спектакль показывает, как человек порабощает природу и создает цивилизацию, но это не делает человека счастливее. От страхов полностью избавиться не удается. Спектакль имеет множество трактовок. Наверное, он о преображении, о постоянном преображении и пространстве актера. Театр – это бесконечная трансформация сущностей, природы, человека. Там очень много степеней свободы, восприятия. В этом году Москва увидела юбилейный 15-й НЭТ. Из года в год программа фестиваля демонстрирует главные тренды европейского театрального искусства. Творчество зарубежных режиссеров вдохновляет московских. Если иметь в виду какую-то эффективность из фестиваля ОКПД, то она зашкаливающая, понимаете. Никто на такие маленькие деньги, получаемые от государства, таких огромных фестивалей, которые мы сделали в прошлом году, просто не делает. В этом сезоне НЭТ покажет еще несколько спектаклей, среди которых нашумевшая танцевальная постановка французского режиссера Бориса Шармаца. За фестивалем продолжат следить Елизавета Михальченко и Анна Рыжкова. В этом году в Ивановской области прошел 9-й международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского. Фестиваль объединил талантливых людей, продолжателей традиций Тарковского. Творчество молодых кинематографистов вдохновило организаторов на создание еще одного проекта, посвященного великому режиссеру. Подробнее об этом Мария Кольцова. Андрей Тарковский – знаменитый советский режиссер, один из ярчайших художников своего времени, впитавший нетипичный для советского кинематографа веяние и создавший фактически с нуля новый визуальный язык, которым сегодня активно пользуется молодое поколение режиссера. Как чрева столового революции, так и Тарковский столовый, безупроведительский художник. Московский музей современного искусства представил арт-проект, где на нескольких этажах разместились работы разных художников, которые призваны сформировать единую картину вселенной Андрея Тарковского. Проект Международного кинофестиваля Андрея Тарковского «Зеркала» состоит из трех выставок «Электория». Каждый этаж так или иначе связан с творчеством режиссера, а вместе они образуют континуум, объединяющий различные взгляды, имена и эпохи. В рамках проекта представлена выставка эскизов к фильмам Тарковского из собрания Нелли Фоминой с фотографиями со съемок, одним из костюмов и кадрами из фильма «Тарковский. Киногерои и образы». Выставка Тимофея Колесникова «Отражение», которая соединяет прошлое и настоящее в серии фотографий, сделанных на кинофестивале в 2015 году, а также программа видеоарта «Вид из окна», подготовленная куратором Антонио Джиузой. Вот на втором этаже, где эскизы и где кадры из фильмов, там можно, конечно, почувствовать атмосферу съемочного периода, потому что там и кадры из фильмов, и эскизы костюмов представлены. Выставка, посвященная процессу работы над картинами, показывает нам Тарковского во время творческого процесса, своевольного и уверенного в своих силах режиссера, подчас принимавшего решения на ходу. «В свое время Тарковский опережал публику, опережал своего зрителя, поэтому я вот очень хорошо помню премьеру «Зеркало» в трех московских кинотеатрах, она только была, и люди уходили, люди не понимали, в частности, этой, допустим, картины «Зеркало». Мне кажется, очень важно, чтобы вы так же его понимали, понимали то, что он хочет вам сказать. Но это происходит не с каждым. На пятом этаже музея расположился лекторий. Антонио Джиуза, Андрей Плахов, Алексей Боков, Павел Лунгин и многие другие прочитают здесь познавательные лекции, которые помогут посетителям понять творчество Андрея Тарковского. Он вдохновляет не только режиссеров, вдохновляет художников, вдохновляет создателей выставки. И, соответственно, естественным образом сегодня видеть, например, эскизы к его костюмам или репортаж с его съемок, это достаточно интересно и познавательно для многих. Посетить мероприятие стоит как киноманам, поклонникам творчества режиссера, так и любителям современного искусства. Замечательно. Очень мне понравилась экспозиция на этом этаже и то, что связано с зеркалами, то, что ниже этажом. Прекрасно. Выставка открыта в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке для всех желающих. Мария Кольцова, Анна Буренкова, Маховая 9. Шестой фестиваль документального кино Америки «Шоу Аз» прошел в России. Погрузились в атмосферу хорошего кино Зухра Султаналиева и Айша Татаева. Фестиваль «Шоу Аз» в этом году представляет пять фильмов, каждый из которых говорит о надежде. Будь то надежда на лучшую жизнь, надежда стать профессиональным музыкантом или надежда придумать изобретение, которое решит одну из главных проблем человечества. Когда выбираются фильмы, прежде всего смотрится актуальность разных тем. Например, в этом году мы показываем фильм «Большие данные с человеческим лицом». Фактически, это тема про Сноудена. И поскольку документальный фильм о Сноудене вышел не так давно, мы решили, что эту тему надо развить еще и в документальном плане. Гостями фестиваля стали режиссеры фильмов «Слингшот» и «Американская медсестра». Это Пол Лазарус и Кэролин Джонс. Пол Лазарус – ветеран театра кино и телевидения с 30-летним стажем. «Слингшот» – это документальный фильм, который рассказывает об изобретателе Дине Кэмине, который в первую очередь всем известен как изобретатель Сигвея – средство передвижения на двух колесах. Но в фильме мы сосредоточены на другом моменте. Мы рассказываем о его усилиях, направленных на борьбу с кризисом воды в мире. Второй гость фестиваля – это Кэролин Джонс. Она является не только режиссером, но и фотографом. Работала со многими известными фотографами. Снимала для журналов интервью «Esquire» «Self-Vogue». Во время интервью Кэролин Джонс рассказала об интересных моментах со съемок фильма «Американская медсестра». В разных местах приходилось снимать. Одним из этих мест была тюрьма с наиболее жесткой системой охраны, которая есть только в США. Еще вкратце такая история. Мы снимали в Кентукки, и одна из медсестер ехала к больному. Ей нужно было ехать на машине и пересекать ручей. Мы пересекли его, и с машиной случились неполадки. Нужно было остановиться и проверить, что случилось. Все фильмы представлены на английском языке. Даже для тех, кто не знает английского, организаторы постарались сделать просмотр максимально удобным. При входе в зал зрители получают буклет, в которых кратко рассказывается о содержании фильмов и об их режиссерах. Также во время сеанса будут идти субтитры на русском языке, что упрощает задачу зрителям, не владеющим английским языком, понять суть фильма. В день открытия фестиваля гостей поприветствовал Атташе по культуре посольства США в Москве Джеймс Лэн. И состоялся показ фильма «Американская медсестра». Вообще впечатления фильма хорошие, позитивные, они сентиментальны, они вызывают сочувствие не только людям, которые попадают в беду, но и сопонимание к людям, которые помогают в этом. Мне очень понравился фильм, и у меня создалось такое впечатление, что это не только о том, как заботиться о людях, не только о том, как быть медсестрой или медбратом, а о том, как просто быть человеком и помогать тем, кто рядом с тобой. Просто потому, что ты должен это сделать, и у тебя нет другого выбора. Фестиваль документального кино Америки проходит в России уже в шестой раз, и Москва не единственный город, который его принимает. Помимо этого, еще пять городов России, среди которых Екатеринбург, Пермь и другие. Все они пройдут в январе-феврале. Зухра Султаналиева, Айшат Татаева, Маховая 9. В Москве открылось удивительное кафе, которое обязаны посетить все те, кто неравнодушен к кошкам. Подробности узнаем у наших корреспондентов. Все люди делятся на два типа – любители кошек и любители собак. Если вы относитесь к первому типу, то Кота-кафе «Котики и люди» – это место для вас. Идея создания Кота-кафе появилась в Тайване, затем широко распространилась по Японии, а вскоре дошла и до Европы. Кафе «Котики и люди» на Цветном бульваре открылась 4 апреля этого года. Кота-кафе можно выпить чаю с печеньем, выбрать себе сувенир из множества товаров на кошачью тематику, поиграть в настольные игры, почитать интересные книги про кошек и, главное, пообщаться с самими животными. Менеджеры кафе – Кота-девушки и Кота-юноши присматривают за котиками и помогают посетителям отлично провести время. Но Кота-кафе – не простое антикафе. У него есть свои цели и задачи. Формат нашей работы таков, что кроме того, что мы просто теплое, уютное место, где люди могут провести время в компании котиков, мы еще и частично благотворительные организации мы находим для котиков дом. То есть практически любого котика можно забрать у нас совершенно бесплатно. С момента открытия кафе удалось пристроить уже 15 котиков. Это потрясающий результат. Животные, которые были никому не нужны в приютах, попав в Кота-кафе, нашли себе дом и хозяев. Очень тяжело расставаться с котиками, потому что мы к ним относимся как к нашим родным. И мы безумно рады, что они находят хозяев, но нам грустно с ними расставаться. В Кота-кафе у каждого котика есть куратор – человек, который помогает оплачивать питание и лечение животного. Часто навещает своего котика, играет решающую роль в выборе хозяина и даже может заходить в котейную – специальное закрытое помещение в Кота-кафе. Это специальная комната, куда уходят котики, когда они устают от гостей. Бывает такое, что много людей и, соответственно, некоторые кошки, если хотят, они уходят в котейную. То есть вход им туда не запрещен, потому что им тоже надо отдыхать, это живые существа. То есть мы не принуждаем кошек сидеть с гостями постоянно. Кота-кафе – место для каждого. Здесь одинаково рады как взрослым, так и детям. Конечно, если они любят и уважают кошек. Специально для детей даже существует грамота – вежливый ребенок. Проверено котами и Кота-кафе. Я тут очень часто бываю, и да, мне нравится. Но может ли не нравиться место с огромным количеством котиков, чая, печеньками. В общем, тут идеально. Кота-кафе действительно делает счастливыми не только посетителей, но и работников, любителей кошек. Кота-кафе для меня – это не просто работа мечты. Это мой дом, где я провожу практически все свое время, кроме редких часов сна. Мне нравится то, что мы как одна большая семья, то есть все с друг другом хорошо общаются, и мы всегда друг друга поддерживаем, то есть мы действительно как близкие люди. Расскажите, как вам здесь живется? Совсем скоро котики и люди переезжают на новое место. Это будет помещение больших размеров. Оно сможет вместить больше кошек и посетителей. Также там будет пространство для более частой организации мероприятий. Кота-кафе станет еще более уютным, чудесным местом, где можно отлично провести время. Людмила Кононенко, Мария Тершукова, Маховая 9. Это были все новости на сегодня. Мы напоминаем, что программу Маховая 9 вы можете посмотреть на сайте Журфака МГУ и на канале Просвещение. Мы поздравляем всех телезрителей канала с наступающим Новым годом. До свидания. Новости. Новости.